Привет Китай, это я Романович и сегодня 20 февраля 2019 года и вот он состоялся один из главных эвентов 2019 года в сфере мобильной индустрии. Сегодня Xiaomi представили Mi 9, Mi 9 Explore Edition и Mi 9 SE. Это новые мобильники, это свежие мобильники и это мобильники, которые брошены на борьбу с флагманами. И честно говоря, после этой презентации у меня такое послевкусие, что пока эта компания рвет в клочья абсолютно всех. Xiaomi Mi 9 практически все мы знали до начала презентации. Здесь у нас дисплей Super AMOLED 6,39 дюймов, Full HD Plus разрешение, Gorilla Glass 6 поколения, ну и самая главная функция Always On Display до сих пор здесь осталась, в отличие от их конкурента OnePlus. Процессор также подтвердился, Snapdragon 855 и это на данный момент первый смартфон на этом процессоре из китайцев. Оперативная память 6 или 8 гигабайт также осталась, 12 гигабайт будет в Xiaomi Explore Edition и обязательно немножко ему уделю внимание. 128 гигабайт минимальный накопитель, аккумулятор 3300 мАч, быстрая зарядка Quick Charge четвертого поколения даже с приставкой Plus, мощность на 27 ватт и беспроводная зарядка с мощностью на 20 ватт. Вот это нехеровая заявка. Фронтальная камера на 20 мегапикселей. Основная камера состоит из трех модулей. Главарем выступает Sony IMX 586. Этот сенсор у которого 48 мегапикселей и он уже немало надел шуму. В том же самом Honor VU20. Что касается остальных двух модулей, то здесь телевик от Samsung на 12 мегапикселей и шивик на 16 мегапикселей от Sony. И я бы, пожалуй, здесь остановился на нескольких важных моментах. Во-первых, компания не стала изобретать велосипед в плане внешнего привлечения к своему дизайну и воспользовались проверенными методами своих собратьев или своих конкурентов, можно так сказать, Honor. То есть он максимально Xiaomi Mi 9 получается ярким, ядовитым смартфоном. У него классные расцветки и он реально приковывает взгляд. В том году расцветки были несколько серьезнее. Второй момент, на который я хочу обратить внимание, то что ушла челка. И на смену ей пришла не дырка в дисплее, хотя мне сейчас многие скажут не дырка, а отверстие. Не отверстие в дисплее, а каплевидный вырез. Почему? Да потому что его намного проще сделать. И капля будет теперь у Xiaomi Mi 9. Также мне понравилось, что они внедрили сканер отпечатков пальцев прямо в дисплей. Не стали разбивать на различные версии, что мол вот Mi 9 это дешевая версия, тогда мы вам сюда сканер отпечатков пальцев в дисплей не поставим, а опять его ловите на той стороне. Такого не произошло. В этом плане тоже красавчики. Ну и что касается камеры, то как нам рассказали на презентации, она должна просто снимать идеально абсолютно в любых условиях, потому что сенсор от Sony на 48 мегапикселей подстраивается в совокупе с искусственным интеллектом под условия. И если кромешная темнота, то он получается объединяется в 4 мегапикселя. В итоге камера уже становится не на 48 мегапикселей, а фотки получаются на 12. Но при этом сохраняется охеренная детализация и камера не плывет. Как это будет на самом деле, честно говоря, не знаю. Ну и также этот сенсор позволяет делать slow-mo 960 кадров в секунду. Я уже это тестил на Honor View 20, в скором времени вам покажу. Но честно могу сказать, что это сделано так себе. Возможно на программном уровне закосячили Honor VOD. Возможно и такое. Но мне кажется, что в принципе для slow-mo пока этот сенсор еще не готов. Очень большое количество ошибок. Он постоянно не определяет объект. Но это я все тестил на Honor. Возможно здесь Xiaomi-сты постарались на славу. Ну и еще хочется отметить по поводу этой мобилы, что цена крайне привлекательная и вкусная. Real выходит версия на 128 гигабайт 30 тысяч рублей. Да, понятное дело, что с барыги сейчас на Алиэкспресс накрутят невероятную какую-то цену. Это все прекрасно понятно. Но так или иначе с конвейера эта мобила выходит за 30 тысяч рублей. Ну и это просто сказка. Еще давайте отвечу сразу на блок популярных вопросов. Jack 3.5 завезли? Нет, нихера не завезли. Его выпилили и я уже понял, что флагманы будут идти по своему пути. Потому что не зря создаются беспроводные наушники типа AirPods от Xiaomi. Они как раз таки направлены на ликвидацию проблемы отсутствия Jack 3.5. И по сути с этими наушниками уже и нет проблемы. Ну а те, кто любит пользоваться дешевыми устройствами, то Xiaomi до сих пор сохраняют Jack 3.5. Следующий, второй вопрос про водозащиту. Ну что там с водонепроницаемостью? С водонепроницаемостью, конечно же, опять ничего не решилось. И ее попросту здесь нет. Но надо думать опять же, что за такую цену, да еще и водонепроницаемость, ну это будет просто дико жирновато. Потому что для водонепроницаемости нужно получать специальную сертификацию. Которая стоит очень недешево. Ну а для этой сертификации достаточно серьезные требования. Еще, конечно же, будет популярный вопрос по поводу стереозвучания. Ну вроде уже 19-й год, но наконец-таки стереозвучание-то должно появиться. И как мне кажется, опять же, я честно особо сильно не понял с презентации. Но я думаю, если бы здесь поставили стереозвучание, то они обязательно бы обыграли всю эту красоту. Ничего в презентации о стереозвучании не говорилось. Соответственно, я думаю, что по факту его опять же не будет. Ну и последнее. 4К 60 FPS. Это то, что не хватает во флагманах Xiaomi. Хотя у OnePlus, того же самого, при процессоре Snapdragon 845 в том году они спокойно делали 60 FPS. Xiaomi этого не делали. Насколько я понимаю, и в Snapdragon 855, и в Xiaomi Mi 9 пока в данный момент 60 FPS не привезли. Но, возможно, на программном уровне доработают, и за момент того, как он будет существовать, подъедет в какой-то прошивке. Но это точно вообще не точно. Xiaomi Mi 9 Explore Edition. И главное отличие от обычного классического Xiaomi Mi 9, это в первую очередь дизайн. Он опять же сделал футуристично. Но футуристично не в том плане, что они его покрасили в какой-то небесный цвет. А в том плане, что они сделали типа прозрачную заднюю крышку. На самом деле это фикция. И эта фикция наблюдалась в Xiaomi Mi 8 Explore Edition. Ее тут же раскусили. Но там доходило дело до того, что там просто лежала напечатанная бумажка под прозрачным стеклом. Что касается Mi 9 Explore Edition, как говорят Xiaomi, они исправились и сделали микро 3D изображение, которое находится под стеклом. Конечно же, это все равно фикция. На самом деле не могут внутренности смартфона настолько выглядеть радужно, как вы сейчас видите на экране. Также еще одно важное отличие от классического Xiaomi Mi 9 это камера. А именно сенсор на 48 мегапикселей Sony IMX586. И его сделали не с шестью линзами, как в классической версии, а с семью линзами. Тем самым понизив апертуру до 1.4. В классической версии она 1.7. То бишь, боке должны на Explore Edition получаться гораздо красивее, гораздо качественнее, чем в более дешевой классической версии. Ну и последнее отличие, которое нам заготовили Xiaomi, это вариации памяти. Именно в Explore Edition нам доступно 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт флеш-накопитель. Ну и цена, соответственно, у этого девайса подросла до 600 баксов. И 600 баксов это на самом деле будет сходить с конвейера. Пока этот смартфон дойдет до Алиэкспресс, а по предыдущему опыту, предыдущему году, я помню, что этот смартфон очень долго шел в массовую продажу. Просто нереально долго шел в массовую продажу. То есть пока он дойдет до массовой продажи, то скорее всего цена подрастет еще на 200 баксов. И в среднем он где-то будет торговаться от 800 баксов, а то может быть даже и больше. Ну и самое печальное, что он официально с глобальной прошивкой, возможно, так и не дойдет до Европы. Что, в принципе, свидетельствовал предыдущий год, когда Explore Edition так не появился. И вместо этого нам завезли Xiaomi Mi 8 Pro. Xiaomi Mi 9 SE. Это тот смартфон, который вас 100% удивит. То есть если вам до этого, что я сейчас рассказывал и перечислял, показалось лютой скукотищей, которую, в принципе, и так все понятно и известно, то Mi 9 SE держался в тайне. Он ровным счетом так же неожиданно вышел, как и Mi 8 SE на предыдущей презентации. Ровно 9 месяцев назад она состоялась 31 мая 2018 года. И тогда все охерели. Как так? Xiaomi решили все-таки выпустить малую версию своей мобилы, при этом поставив туда топовый процессор. В 2019 году они еще больше с упорством подошли к этой мобиле. И, пожалуй, вот здесь вот у меня реально вздрогнуло внутри. И я понял, что эти парни красавцы. Они сделали дисплей практически 6 дюймов у этой мобилы, при этом оставив ее достаточно компактную. Здесь за 20 тысяч рублей, как он должен будет стоить, опять же, с конвейера, вы получаете AMOLED Full HD плюс разрешение. Охеренно? Охеренно. Что касается железа, Snapdragon 712. Это преемник Snapdragon 710, который выходил в 2018 году. Snapdragon 712 представили совсем недавно, если мне не изменяет память, 7 февраля. И уже Xiaomi засовывают его. Вообще этот смартфон называют игровым решением, потому что он должен в современных играх летать на максималках. Без проблем. Диких особых отличий от 710 Snapdragon сильно не наблюдается, но прирост производительности в среднем на 10%. Камера в этой средней ценовой мобиле трехмодульная. И основной сенсор Sony IMX586. Да-да, тот самый, который стоит в X-Play Edition и просто в классическом Xiaomi Mi 9. Ну и еще, что меня порадовало, NFC. Здесь есть NFC. Наконец-таки в мобилую, дешевую, относительно 20 тысяч рублей Xiaomi вставляют NFC. И это просто беспрецедентный случай. NFC наконец-таки сюда завезли. Ну и для пущей охеренности, чтобы вы просто сейчас попадали со стульев, здесь также дектилоскопический сканер отпечатков пальцев прямо в дисплее. Как и во всех смартфонах, о которых я сегодня рассказал. Его у вас специально не стали урезать от основных флагманов, которые вышли, и переносить сканер отпечатков пальцев сзади, мол, где-то здесь своим пальчиком тереби. Нет, сюда его поставили тоже в дисплей. То есть, по сути, это не обделенная мобила. Единственное глобальное отличие, то, что здесь зарядка не такая мощная. Второе отличие, что здесь дополнительные модули у камеры не такие мощные. И третье, это процессор. Во всем же остальном, эта мобила просто невероятно охеренная. Единственное, давайте я вас сразу расстрою. По опыту Xiaomi Mi 8 SE, который выходил в 2018 году, этот смартфон так и не добрался до международной, глобальной продажи. Этот смартфон так и остался на уровне Китая. И нам специально для глобальной продажи сюда закинули Xiaomi Mi 8 Lite, который был призван заменить Xiaomi Mi 8 SE. Но, как вы помните, вместо Snapdragon 710 топового решения, нам сюда для европейцев засунули Snapdragon 660. И нас потихоньку вот так вот обделили. То же самое, мне кажется, будет и Xiaomi Mi 9 SE. Скорее всего, до глобальной продажи он не дойдет. Конечно, можно будет заказать на Алиэкспресс, сюда его затащить. Да, с горем пополам, скорее всего, вы накатите глобальную прошивку с FOPDA. Но, скорее всего, у вас не будет работать NFC, потому что сертификацию от Google данная мобила не будет получать. Ну, зачем им получать, если они будут использовать NFC у себя там в Китае? И совершенно в Китае сертификация от Google не нужна. На этом сегодня и все. Это была презентация EVEN 2019 года от 20 февраля от Xiaomi. Кстати, следующая презентация запланирована в Барселоне на 24 февраля. Они уже анонсировали, говорят, мы для европейского рынка какие-то представим новинки. Посмотрим, что они закатят. Все эти мобилы, в данный момент, которые я перечислил, актуальны для Китая. Возможно, они когда-то появятся и в глобальной версии. Ну, Mi 9 точно, конечно. А вот Explore Edition SE, ну, здесь огромные вопросы. Огромное спасибо, что смотрели. Пишите ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте на колокольчик. Все, давайте, красавцы. Пока.